Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Сегодня я хочу поговорить о том, сколько денег можно получить, если вы живете в Канаде и если у вас есть дети. И это действительно очень внушительные суммы, тысячи, может быть, даже 10-15 тысяч долларов в год. И все зависит только от того, какой ваш доход и сколько у вас деток. И все. И вы с этого не платите налоги. Канада очень-очень-очень помогает стать на ноги новым иммигрантом. Допустим, вы только переехали в страну, у вас еще нет работы или вы получаете минимальную зарплату. И если у вас есть двое детей, то лишнее тысяча долларов в месяц явно не помешает. Но при этом есть некоторые проблемы, с которыми вы рано или поздно можете столкнуться. Первое. Если вы не запросите помощь, то вы ее не будете получать. Вот, например, наша семья, у нас трое детей. Когда мы приехали в Канаду, мы не знали о том, что выплачиваются какие-то деньги на детей, и мы ничего не сделали для того, чтобы их получить. Только через несколько месяцев, как мы прожили в Канаде, мы пошли в одну из организаций, которая бесплатно помогает заполнять формы. То есть это еще один плюс Канады, что тут огромное количество организаций, которые помогают и найти работу, и заполнить всевозможные анкеты, формы и так далее. И они нам помогли заполнить такую анкету, и мы сразу получили то ли 6, то ли 9 тысяч долларов, начиная с первого числа, как мы прибыли в Канаду. То есть вы не потеряете все эти деньги, даже если не сразу это заполните, но просто вы должны знать об этом. И, кстати, в описании будет ссылка на документ, где я подробнее опишу, какие надо формы заполнять, и сколько вообще денег полагается на детей в зависимости от вашего дохода, и это их количество. Допустим, вы в Канаде живете год, два, три, у вас все хорошо, у вас растут дети, у вас увеличиваются зарплаты, и вы получаете, конечно, деньги на детей. Они, правда, падают, когда вас повышают от зарплаты. И в один прекрасный день вам может прийти письмо. Мы такое письмо получили, и там написано, что «Ребята, а докажите-ка, пожалуйста, что ваши дети действительно жили в Канаде, что мы не зря вам выплачиваем деньги». Похоже, что есть какие-то нехорошие люди, которые воспользовались этими детскими пособиями, получали деньги на детей, и при этом сами физически не находились в Канаде. И нужно доказать это физическое присутствие. То есть мы, высунув языки, бегали по школам, по больницам, по поликлиникам, по кружкам, и везде просили, дайте нам, пожалуйста, бумажки, что мы действительно учились в этой школе в прошлом году, что мы посещаем плавание, карате, уроки музыки. Также нужны документы, то, что мы снимали жилье, причем такие-то документы не подходят, но надо именно такого-то формата. Вот мы уже бегаем неделю, везде эти бумажки собираем. Но это не очень комфортно. И может быть такое, что... Вот, кстати, это реально такие истории были, от нескольких людей слышал, что люди, они когда приезжают в Канаду, они какое-то время живут в квартире, а потом переезжают. И они забывают сменить адрес. То есть числится где-то там в базах данных Канады адрес такой старый ваш. То есть вы продолжаете деньги получать помощь на детей на ваш банковский счет, вы получаете как бы такое письмо, но оно переходит на старый адрес. И вы не знаете, что вам надо подтвердить такие документы. Если вы не подтвердите их в течение, по-моему, 45 дней, то вы попадаете в черный список, вам надо вернуть все вообще деньги. То есть вот у меня знакомые, затребовали, по-моему, у них то ли 15, то ли 25 тысяч долларов, что нужно их вернуть. Если вы, естественно, не возвращаете, то у вас будет очень-очень все плохо. И опять же, вы вынуждены будете доказывать, почему вы не сменили адрес, что вы не получали этого письма. То есть это очень тяжелая процедура. Поэтому вы должны знать, собирайте все бумажки, где вы там платили на детей, где, не знаю, где вы жили. И вовремя меняйте адрес, чтобы эти письма все приходили на ваше место, там, где вы сейчас живете. Давайте, наверное, меньше бла-бла-бла. Я на реальном примере покажу, сколько можно денег получать на детей в Канаде. И повторюсь, что в описании будет ссылка на документ, где будет более подробно расписано суммы, особенно детей, в зависимости от вашего дохода и от количества детей. Скачивайте его. Я зашел на официальный канадский сайт, на котором можно прикинуть размер помощи на детей. Конечно, эта сумма зависит от количества детей, от их возраста и от вашего дохода. Давайте по шагам. Прежде всего, нужно согласиться с условиями сайта. Дальше нужно указать год, когда вы сдавали налоги. Если сейчас 2018 год, то, естественно, вы отмечаете 2017. Далее, тут нужно указать, что вы, допустим, живете в Канаде. Ну, уже вы как будто в Канаде живете. И выбираете ту провинцию, в которой вы живете. Допустим, я живу в провинции Кюбек. И тут нужно указать ваше семейное положение. Я отмечаю, что я женат. И нажимаю следующий шаг. А тут такой первый главный вопрос, который очень влияет на количество денег. Это сколько детей у вас есть. У меня трое детей. Я отмечаю, что трое. Следующий шаг. Нужно указать имя и дату рождения первого ребенка. Имя не обязательно указывать. А дата рождения, допустим, родился 1 января 2005 года. Он, у него нет никакой инвалидности. То есть тут я оставляю все нормально и говорю, что добавьте еще одного ребенка. Следующий ребенок. У меня, допустим, он 1 января родился 2007 года. То есть я года указываю правильные, актуальные по моим детям. А уже числа немножко неправильные. Я тоже добавляю этого ребенка. И уже третий ребенок. Он, допустим, 1 января родился и 2015 года. Кстати, нашему третьему сыну будет в мае 3 годика. Добавляю. Все. Вот троих деток вы добавили. Если что, потом можно будет откорректировать эти даты. И нажимаете, что далее. Вот тут нужно указать ваш доход. Это вообще общий. Если вы еще только переехали в Канаду, то указывайте, наверное, именно ту сумму, которую вы получили в 2017 году у себя в стране. Я думаю, что там доход будет не очень большой. Давайте укажем 10 тысяч, условно говоря, канадских долларов. И, кстати, то, что вы укажете в отчете, это число нужно будет обязательно запомнить и указывать эту же сумму дохода и потом в налоговой декларации на следующий год, когда вы будете там стипендию получать и так далее. То есть все суммы должны совпадать. Или, например, размер дохода жены. Допустим, 0, к примеру, не работало. Далее, следующий шаг. Хотите ли вы ответить на какие-то дополнительные вопросы? Да нет. Отстаньте. Говорю далее. Вот смотрите. Если следовать таким условиям, что есть трое детей, то я там указал, что получается 13, 10, по-моему, или сколько-то лет и 3 годика, то при доходе в вашей стране в 10 тысяч долларов или в Канаде, то на детей вы будете получать почти 18 с половиной тысяч долларов в год. Представьте эту огромную сумму. Может быть, те канадцы, которые уже там давно живут, это так не сильно много, но мне кажется, для новых иммигрантов это очень-очень такая поддержка будет хорошая. Еще раз обратите внимание, что 18 с половиной тысяч долларов в год. Если же, допустим, у вас доход выше, то вы всегда можете заменить эту анкету и посмотреть, что изменится. Допустим, вы там заработали 20 тысяч долларов, а не 10 тысяч долларов. Там, помните, что помощь была 18 с половиной тысяч где-то. Сейчас давайте посмотрим, сколько сейчас изменится. Получается, что сумма вообще не поменялась. То есть удивительно. То есть неважно ли 10 или 20 тысяч долларов вы получаете, это получается по канадским меркам, это такой маленький доход. То есть вы можете рассчитывать на такую помощь. Давайте дальше пойдем. Давайте укажем уже 50 тысяч. Ну это уже более приближено к реальности, но все равно по канадским меркам это не очень хорошая зарплата. То есть если вы смотрите мои ролики, то вы знаете, что средний доход канадской семьи это более 70 тысяч долларов в год. Я говорю далее. О, вот видите, вроде бы 50 тысяч уже такая внушительная сумма, но размер помощи на детей он не сильно уменьшился. Конечно, если у вас только один ребенок, эта сумма, наверное, раза в три будет меньше. Но тем не менее, вот эти лишние тысячи, лишние сотни долларов каждый месяц, они явно не помешают. Давайте еще раз поменяем ответы на нашу анкету. Все-таки если положить руку на сердце, мало иммигрантов едет в провинцию Квебек и больше едут в провинцию Антарио, то есть в город или Торонто или хотя бы Оттабу. Поэтому я тут указал Антарио. Нажимаю далее. Тут у меня уже потребовали указать дату моего рождения и дату рождения жены. Тут я указал неправильные года, но это все в качестве примера, опять же. Нажимаю далее. Тут ничего не поменялось, то есть даты рождения детей не надо повторно вводить. И тут я указываю, что вот мой доход составил 20 тысяч канадских долларов. Тут уже, смотрите, новые вопросы появились, которых не было, когда мы отвечали на вопросы по Квебеку. А тут вопрос первый, это сколько вы денег платите за вашу аренду. Но я не знаю, сколько там стоимость аренды. В Торонто, я думаю, вообще дорого. Ну, давайте 15 тысяч долларов я укажу. Дальше. Даже можно списывать расходы на электричество. То есть это очень круто. В Квебеке такого нет. Вот первый раз такое вижу. И так далее. А еще какие-то вопросы. Живете ли вы как студент, то есть в общежитии? И живете ли вы в каком-то северном Антарио? Я не знаю, что это такое. Поэтому нажимаю Next. Тут ничего не поменялось. Вот, смотрите. Я вообще в шоке. Ну, честно, я в шоке. Получается, если жить не в Квебеке, где там считается, что самые-самые крутые там блага социальные для семей с детьми, то получается вообще внушительная сумма помощи на детей 24 700. Ну, как так? Так, я сейчас же пойду поговорю с женой. Наверное, нам хватит уже жить под Монреалями. Надо уже делать анохи и переезжать в Атаву хотя бы. Ну, вот пока записывал ролик, сам нашел такую интересную информацию. В общем, я это буду обмозговать, я буду дальше это обдумывать. На этом, наверное, буду прощаться с вами. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и поставить колокольчик. И до встречи в Канаде. В общем, я не знаю, в какой провинции Канады мы с вами встретимся. Возможно, действительно они в Монреале. Пока. Пока.